Сегодня суббота, 16 января, на канале РТВ и время международных новостей. В информационной студии работает Сергей Кения. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко о главном сейчас в мире. Соревнование зла со злом, ушедшее в тень на фоне исламского государства Аль-Каида, вновь напомнило о себе в Буркино-Фасон, перед какими новыми угрозами стоит планета. Снятие санкций с России – вполне реальная перспектива. Госдеп США выдвигает условия Кремлю. Пошел ли Вашингтон на попятную или это только начало новых геополитических маневров? Держи врага близко. Воевавшая из Тбилиси Москва хочет Тбилиси обогреть. Монополист «Газпром» рассматривается властями Южно-Кавказской республики как потенциальный партнер. В столице Грузии – акция протеста. Итак, об этих и других темах подробнее. 126 человек спасены, не менее 20 погибли. Военные Буркино-Фасо при содействии французских спецслужб взяли штурмом в столичный отель «Сплендед», захваченный накануне вечером боевиками Аль-Каиды в странах исламского Магриба. Но атаки могут повториться, причем их географию предугадать сложно. Некогда самая известная террористическая группировка постепенно сдает позиции своему молодому сопернику – исламскому государству. И призыв к джихаду, позвучавший в декабре от руководства Аль-Каиды – не что иное, как попытка вернуть лидерство, отмечают эксперты. К чему может привести и жестокое состязание крупнейших террористических организаций, разбирался мой коллега Владимир Унанянц. Спасибо вам. Они начали стрелять, все бросились на землю. Если бы вы подняли голову, то вас сразу бы убили. Так что нужно было притвориться мертвым. Они даже пришли проверить, живы ли мы. Если бы кто-то показал признаки жизни, они бы застрелили. Еще почти четыре года назад Лондонский Королевский институт стратегических исследований предсказал активизацию Аль-Каиды в Африке и ее альянс с местными исламистами. А около месяца назад о слиянии с Аль-Каидой объявила действовавшая в Мали и Буркино-Фасо группировка Аль-Мурабитун. По мнению экспертов, именно ее боевики осуществили нападение на отель Splendid. И это, уверены специалисты, далеко не последняя акция. Наследники террористической империи Усамы бен Ладена, в последнее время уступившие пальму первенства радикалам из исламского государства, похоже, намерены упрочить собственные позиции. Мы находимся в районе Сахеля, а значит, внутри всей этой террористической ситуации. И как следствие, крайне необходимо обмениваться информацией с соседними странами, а также осуществлять взаимную военную поддержку, чтобы мы могли бороться против этой угрозы. Мы также должны продемонстрировать, что не намерены отступать. Я приветствую любое военное сотрудничество, будь то с французами или американцами. Мы также призываем общественность быть бдительными и мужественными, потому что отныне мы должны бороться и с терроризмом в нашей повседневной борьбе за развитие страны. Получив пост президента в конце прошлого года, рок-марк Кристиан Каборе получил в наследство и множество проблем. Бывшая французская колония входит в число стран-комо-исламисты, стремящиеся утвердиться в Африке, пока мировое сообщество занято противостоянием с исламским государством в Сирии и Ираке, объявили джихад. Время выбрано удачно, отмечают наблюдатели. Пока Россия и Запад обмениваются обвинениями в поддержке исламского государства и выясняют, кто главный на Ближнем Востоке, главные соперники ИГИЛ поджигают Африку, создавая пояс нестабильности от Мали на Западе до Сомали и Кении на Востоке. Последние кровавые акции в Буркина-Фасо и Мали показали, аль-Каиду рано сбрасывать со счетов. И как бы мировое сообщество не было занято ближневосточным и миграционным кризисами, новую старую угрозу, вновь поднимающую голову на Черном континенте, игнорировать смертельно опасно. Владимир Унанянц, RTVI. Потенциальный смертник, связанный с исламским государством, задержан в Малайзии. 28-летнего мужчину правоохранители взяли в столичном метро. При нем было найдено оружие. Он признался, что планировал стать смертником и устроить теракт в одном из крупных городов страны. Глава полиции Халид Абубакар сообщил, что задержанный получил указания из Сирии. Меры безопасности в Куала-Лумпуре, как и по всей Малайзии, были усилены после серии взрывов в столице соседней Индонезии. Выявлены несколько террористов и их пособников. Ограничительные меры в отношении России, введенные США и Европой после аннексии Крыма, могут быть сняты. Об этом заявил Дэниел Фрид. Именно он координирует в Госдепартаменте вопрос санкций. Фрид отметил, что американцы не навязывали Европе решения по России. Кроме того, санкции – это не наказание, а попытка, как выразился дипломат, изменить линию поведения страны. Как только будут реализованы минские договоренности, а именно проведены выборы в Донбассе, прекращены боевые действия, восстановлена восточная граница Украины, санкции будут отменены. Похоже, что Россия сегодня настроена на дипломатическое решение вопроса. Мы можем это только приветствовать и надеемся, что достичь этого удастся уже в нынешнем году. Отмечу, что американская и российская стороны назвали конструктивными переговоры помощника президента России Владислава Суркова и помощницы госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктории Нуланд. Брейнсторминг, музыковой штурм продолжался 6 часов. Обсуждалось как раз в выполнении Минских соглашений. Встреча прошла в государственной резиденции в городе Пионерске, Калининградской области. Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили наконец-то назначил своим заместителем Марию Гайдар. Разговоры об этом велись давно, с момента получения российской оппозиционеркой украинского гражданства в августе прошлого года. Гайдар, дочь политика и экономиста Егора Гайдара, была помощницей и советником губернатора. Занималась вопросами здравоохранения. Теперь вот экс-президент Грузии Михаил Саакашвили подписал приказ о назначении ее своим заместителем. Газпром и Грузия – российский газовый гигант и страна, с которой в 2008 году Россия воевала. Грузия, которой в отличие от многих европейских государств удалось диверсифицировать поставки голубого топлива и отказаться от услуг Газпрома, вновь начинает сотрудничество с последним. В Тбилиси акция протеста. О требованиях ее участников собственный корреспондент РТВ в Грузии Марта Ардашелия. Очередная акция протеста «Стажи нет Газпрома» сегодня прошла в необычной форме. Вместо политических лозунгов с трибуны звучала музыка. В двухчасовом электронном сете участие приняли грузинские исполнители. Ну а те, кто пришли сегодня сюда на акцию, придерживаются того же мнения. Они призывают власти Грузии прекратить переговоры с российским энергогигантом по поводу возможных поставок российского газа в Грузию. Проблема в том, что риторика правительства непоследовательна, и мы не очень хорошо понимаем, в чем заключается их цель, в чем заключается их стратегия. Это вызывает, естественно, недоверие по отношению к правительству и желание напомнить, что здесь речь идет не только о газе, о тарифах, но и идет о политической ориентации, о возможности политического давления, использования газа как орудия политического давления. Серая схема продажи российского газа, газпромовского газа в третьи страны, и сегодня уже была названа компания, через которую будет этот газ продаваться, Геотрансгаз. Более того, договор этой компании с Газпромом уже заключен. И эта схема, в общем-то, она обеспечена не только, она призвана не только для того, чтобы набили карманы чиновники, но и для того, чтобы обеспечить денежную подушку грузинской мечты, которая собирается залить деньгами в следующий выбор. Страна, которая оккупировала наши территории, вдруг так дружеско предлагает свой газ. Я думаю, что это просто цинизм с их стороны, и мы не должны на это плюнуть. Ну, как видно, это другая игра вообще. Одного человека, который всем этим управляет. Мы получаем более дешевый и благонадежный газ из Азербайджана. Так что сегодняшние попытки грузинского правительства вернуть Грузию, так сказать, у лоно Газпрома, это, по нашему мнению, является большой ошибкой и преступлением перед стратегическими интересами Грузии. Так что есть очень много вопросов и правительству, и Министерству энергетики, и что главное, неформальному правителю Грузии, Безиле Ивановичуле, предстоит ответить на очень много вопросов. Газпром – это политическое оружие в руках Москвы. Мы уже получили горький опыт в 2006 году и не хотим, чтобы это повторилось. Тем более, что мы не нуждаемся в дополнительных поставках. Все решает один человек – экс-премьер Иванишвили. События, о которых рассказывают наши собеседники, касаются зимы 2006 года, когда Москва решила наказать Пелиси за нелояльность и просто-напросто перекрыла трубу. Именно поэтому здесь в Грузии Газпром ассоциируется с политическим шантажом и давлением. Что касается сегодняшней ситуации, главным газовым партнером для Грузии является азербайджанская нефтяная компания «Сокар». Однако в Пелиси заявляют, что «Сокар» не может восполнить дефицит, который появляется зимой. И именно поэтому власти Грузии ведут переговоры с российской компанией «Газпром». Несмотря на протест части общественности, эти переговоры продолжаются до сих пор. Власти Азербайджана вывели на улицы города Губа, расположенного на северо-востоке республики спецназ. С помощью водометов и слездачевого газа стражи порядка разогнали акцию протеста. Местные жители вышли на демонстрацию с требованием восстановить рост цен и сдержать безработицу. С декабря национальная валюта обесценилась вдвое. На это, среди прочего, влияют снижающиеся цены на нефть и падение рубля. И теперь коротко о других важных событиях сейчас в мире. США, Япония и Южная Корея готовы к любым провокациям со стороны КНДР. Об этом было заявлено в Токио по итогам трехсторонней встречи на уровне заместителей глав МИД. Вашингтон надеется на сотрудничество с Китаем в вопросе о принятии новой резолюции ООН, включающей дополнительные, более жесткие санкции против КНДР. 6 января Пхеньян объявил об испытании водородной бомбы. Джон Керри, Мохаммаджа Вадзариф и Федерико Магирини в Вене после одобрения МАГАТЭ мер, которые принял Иран, чтобы выполнить договоренности с шестеркой посредников, санкции со стороны снимаются. Отмена ограничений снова сделает Иран полноценным игроком на мировом рынке энергоресурсов. Режим АЭТОЛ свое намерение увеличить экспорт нефти не скрывает. Министр финансов России заявил об опасности проесть все накопленные в тучные годы резервы до конца этого года, если не предпринимать дополнительных мер экономии. При этом Антон Силуанов считает маловероятными дальнейшее падение курса рубля и значительное снижение цен на нефть. Прошли планку дна, не прошли – это любимая тема для обсуждения. В прессе рассуждает министр и добавляет, нефть подешевела в четыре раза. Еще в четыре раза понижение цен вряд ли возможно ожидать. Демонстрации в поддержку президента Молдовы Николая Тимофти. Тысячи людей в Кишиневе скандировали «Стой до последнего, мы гордимся тобой». Возмущение граждан вызвало выдвижение политика и олигарха Влада Плохотнюка на пост премьер-министра республики. Должность вакантна уже третий месяц. Президент Тимофти кандидатуру у Плохотнюка отверг, заявив, что предприниматель не отвечает критериям неподкупности, необходимым для столь серьезной должности. Свиной грипп стал причиной смерти 25 человек в Украине. Министр здравоохранения Александр Квиташвили заявил, что распространение штамма H1N1 не идет быстро или масштабно, а потому говорить о пандемии пока рано. Свиной грипп – это острое респираторное заболевание. Летальный исход, как правило, наступает после развития осложнений, например, пневмонии. Ранее сообщалось, что в результате вспышки свиного гриппа в Армении скончались 10 человек. Леонардо Ди Каприо хочет сыграть Ленина и Путина. Об этом популярный голливудский актер рассказал в интервью немецкой газете «Вельт». Он напомнил, что встречался с президентом России на форуме в Санкт-Петербурге. «Сыграть Путина было бы очень-очень интересно. Я бы сделал это с удовольствием», – признался Ди Каприо. Актер считает, что о русской истории нужно снимать больше фильмов. Ну что ж, это были все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. Продолжайте следить за развитием событий. А у меня на этом все. Оставайтесь на РТВА. Я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова